Привет, друзья, это Джон, и это подкаст регенеративное сельское хозяйство, где мы говорим об агрономической науке и методах управления культурой, которые способны восстановить здоровье почвы растений, скота и в конечном счете, конечно же, здоровье населения. И для того, чтобы мы могли поддерживать это и всю эту экосистему, постоянно улучшая или, можно сказать, постоянно восстанавливая здоровье и качество жизни для всех существ, это также означает, что нам необходимо восстанавливать экосистемы и ландшафты, и это означает, что нам нужна устойчивая денежная система, чтобы иметь возможность это делать, в том числе оплачивать и поддерживать всех нас, фермеров, которые этим занимаются. Так или иначе, есть много вещей, которые могут быть связаны с этой темой, и я расширяю свое вступление дольше, чем обычно. Речь идет не только об экологии и ландшафте. Это также финансовая экосистема, которая позволяет всему этому хорошо функционировать и которая до сих пор не позволяла ему функционировать так хорошо. Но это может быть разговор на другой день. Я действительно рад вернуться сюда и снова поговорить со всеми вами. Мой гость в этом эпизоде – Аарон Сильва из Висконсинского университета, о котором многие из вас, возможно, слышали, а если нет, то я очень рад вас представить. Аарон действительно был пионером внедрения методов борьбы с сорняками в органических системах, с использованием роликовых щипцов и использованием покровной ржи, но также и многого другого. Она известна некоторыми из этих вещей, но она проделала гораздо большую работу, чем это. Итак, Эрин, для тех из нас, кто менее знаком с вашей работой, расскажите нам немного о вашей истории, вашем прошлом. Что привело вас сюда? Как получилось, что вы занимаетесь этой работой, которой занимаетесь последние 10 лет? Да, первый. Спасибо, что пригласили меня. Было немного непросто найти время, чтобы собраться вместе и поболтать. Но, прослушав ваш подкаст, я действительно рада возможности встретиться с вами и вместе поговорить о регенеративном сельском хозяйстве и о пользе, которую оно может принести. Я занимаюсь органическим сельским хозяйством примерно с 2003 года. Я выросла не на ферме. Я выросла недалеко от города. Я выросла недалеко от Бостона. И, несмотря на мое более пригородное воспитание, я довольно рано познакомилась с органическим садоводством. Я до сих пор помню, как ребенком работала в нашем саду, нашем большом саду и старом фермерском доме, которым мы владели в детстве. И у меня были собственные маленькие участки, где я выращивала помидоры и зеленую фасоль, ходила туда, собирала овощи и листала мамины журналы по органическому садоводству, старые Родейл-журналы. Так что это было мое первое знакомство с органическим садоводством и знакомство с выращиванием собственных продуктов питания, а также просто с радостью и работой, которые связаны с производством продуктов питания на уровне приусадебной фермы. Но с этого момента я не начала свою академическую карьеру, думая, что обязательно пойду в сельское хозяйство. А на самом деле больше интересовалась наукой об окружающей среде и экологии, а также пониманием того, как работают эти сложные системы, которые действительно управляют миром вокруг нас. А оттуда у меня была возможность работать в лаборатории Университета Висконсин Мэдисон, когда я училась на последнем курсе. И в то время была аспирантка, которая все еще была настоящим лидером в области органического сельского хозяйства, которая снова познакомила меня с органическим сельским хозяйством на раннем этапе и с тем, как оно внесло позитивный вклад в продвижение и продвижение устойчивых продовольственных систем. И с этого момента я действительно начал работать в сельском хозяйстве и фермерстве и увидел связь между выращиванием продуктов питания и экологией, а также все сложные взаимодействия, которые происходят, когда мы делаем выбор в отношении производства с точки зрения культур, которые мы выращиваем, и того, как мы управляем нашими почвами и экосистемой в целом. Сэр, сказала она, даже тех общин, которые участвуют в выращивании этих продуктов питания. Так что я думаю, это был своего рода окольный путь в сельское хозяйство, не обязательно прямой. Но я думаю, что, честно говоря, эта первоначальная связь между экологией и сельским хозяйством действительно принесла мне пользу, поскольку я продолжаю работать в области органического сельского хозяйства, а теперь еще больше в сфере восстановительного сельского хозяйства. Я нахожу это действительно интересным. Несколько местных колледжей попросили нас поработать над разработкой учебной программы для курсов по регенеративному сельскому хозяйству для двухлетних и четырехлетних степеней. И один из сотрудников, участвовавших в разработке этой учебной программы, действительно подчеркнул, что одно из фундаментальных различий между реальным пониманием этого другого мировоззрения заключается в том, что он описывает как экологическую грамотность. И при изучении работы, которую он продвигал, мне пришло в голову, что, возможно, это то, чего не хватает даже в обычном сельском хозяйстве. Это должно быть присуще нашему сельскохозяйственному мировоззрению, но на самом деле, возможно, мы не настолько экологически грамотны, какими могли бы быть. Да, это действительно интересный взгляд на это. Я часто думаю, что когда мы думаем об окружающей среде и сельском хозяйстве, эти две концепции могут противоречить друг другу. И я думаю, что есть исторические причины, по которым это связано с проблемами, связанными с управлением земельными ресурсами и политикой, а также с определением приоритетов использования земли. И, очевидно, с различными сложными аспектами регулирования и другими проблемами, с которыми, я думаю, мы все еще сталкиваемся как сельскохозяйственное сообщество. Но я думаю, что признание за последние десятилетия важнейших аспектов биологии, когда речь заходит о сельскохозяйственной экосистеме, я думаю, что это действительно помогло связать воедино сельское хозяйство и экологию. Я думаю, вы знаете на протяжении десятилетий, вы знаете до этого признание того, насколько важна биология для хорошо функционирующей сельскохозяйственной системы. Мы думали о сельском хозяйстве как о системе линейного типа, в которой мы вносим вклад, а затем происходит определенное прямое действие. Но я думаю, что мы все больше и больше осознаем, как наши действия на Земле и то, как мы управляем нашими почвами и нашими растениями, действительно больше имитируют то, как мы управляем даже с точки зрения здоровья человека, нашего собственного здоровья. И того, что мы можем сделать для улучшения биологической экосистемы почвы, как мы продвигаем нашу СР, здоровье кишечника, с помощью продуктов, которые мы едим, укрепляя иммунную систему растений, следя за тем, чтобы у растений было все необходимое, чтобы избежать стресса, точно так же, как мы делаем все возможное, чтобы избежать стресса. И снова, ешьте то, что мы можем, и приведите себя в состоянии, в котором мы можем, сэр, лучше бороться с болезнями и недугами. Те же самые параллели существуют и в нашей сельскохозяйственной системе. И это, безусловно, сложнее, чем применение входных данных и последующая реакция растений, которая в большей степени обусловлена, так сказать, химической реакцией. И я думаю, что это параллель, я думаю, действительно как бы связала сложность нашего управления и то, как мы оптимизируем управление, чтобы увеличить эту функцию в отношении биологии и производительности растений, поскольку это связано с устойчивостью растений, и способностью естественным образом противостоять некоторым стрессам, с которыми мы сталкиваемся в нашей системе сельскохозяйственного производства. Вы поднимаете такую важную тему. Как фермеры и даже в нашей работе по продвижению эко-сельского хозяйства мы видим это постоянно. Существует такое ожидание, что затраты равны определенным результатам. Своего рода линейно-механистическое мировоззрение, если хотите, что если я применяю X, мне нужно быть уверенным в том, что я смогу наблюдать результат Y. И это становится намного более расплывчатым в биологическом мире, а не в мире химии. И есть много накопившихся вещей, которые могут произойти или не произойти. И я нахожу это интересным, поскольку очевидно, что мы живем в мире, где изменения, которые мы хотим внести или должны внести в наши системы, должны обеспечить экономические результаты для производителей. Это фундаментально. Но иногда путь к этим результатам не является линейным. И это, я думаю, растущее сознание, но то, с чем новички в космосе все еще иногда действительно сталкиваются. Да, я полностью согласна. Я занимаюсь исследованиями уже более 15 лет. И вот уже 20 лет занимаюсь системами органического производства. Это один из аспектов этих систем, который делает такого рода исследования захватывающими. Но я думаю, что это также представляет собой проблему в отношении того, как мы проводим исследования, а затем, как это выливается в рекомендации фермеру. И я, конечно, видела это в отношении исследований, которые мы проводим в области управления почвой, но также и в отношении работы, которую я выполняю с органической обработкой без обработки почвы. И я думаю, что когда мы смотрим на то, как эти методы управления воплощаются в этих более биологически-экологически-ориентированных системах, это настолько зависит от контекста. И я знаю, что когда мы смотрим на принципы здравоохранения, я имею в виду, что добавление этого контекста критически важно, когда мы думаем о том, что мы делаем и как мы это делаем. Но это не так просто, как я думаю. В некоторых испытаниях, которые мы видим с синтетическим пестицидом, где вы делаете X, вы получаете результат у I. В зависимости от условий данного года или присущей биологии, которая присутствует, или генетики растения, результаты могут быть разными. И это не обязательно плохо. Но я думаю, что когда мы смотрим на то, как это выливается в лучшие методы управления и общения с фермерами, вероятные результаты и снижение рисков, это важно учитывать. И я думаю, что нам нужно изменить то, как мы думаем о вынесении рекомендаций или о том, каковы наши ожидания. Когда мы рассматриваем контекст, это означает, что если мы переведем то, что это на самом деле означает, это означает, что нам нужно изменить параметры, которые мы изучаем, или параметры, которые мы хотим внедрить. Методы или продукты, которые мы хотим использовать в нашем сельском хозяйстве, с индивидуального фокуса на единый сэр, сказал он. И это цитата без кавычек, научный метод эволюционировал за последние семь или восемь десятилетий, чтобы в значительной степени сосредоточиться, по крайней мере в этом контексте, на однофакторном анализе. Мы собираемся просто изменить это, а затем посмотреть, как изменится все остальное. Но на самом деле живые системы работают совсем не так. Вы не можете этого сделать. Невозможно изменить только одну вещь. Если вы измените только одну вещь, то вся система придет в движение. И именно тогда, когда мы смотрим на исследования, проводить системные исследования в сельском хозяйстве намного сложнее, чем исследование отдельных факторов. И все же для того, чтобы эта другая парадигма действительно процветала, это то, что необходимо как с точки зрения исследований, так и с точки зрения практической реализации. Безусловно. И я думаю, что поскольку мы способны разрабатывать структуры, в которых мы можем лучше оценивать производительность в более широком наборе средств. И у нас есть эти сообщества практиков, где мы можем объединить наблюдения, а также повторные испытания, мы можем начать видеть закономерности и тенденции. Но это, безусловно, отклонение от того, как мы традиционно проводим исследования в университете, который, как правило, больше фокусируется на одном объекте. О ограниченном количестве сред и ограниченных временных рамках. И это, конечно, не всегда так. Поэтому я не хочу слишком упрощать. Но я думаю, что, как вы говорите, я имею в виду, что с этими экологическими системами, я думаю, что временные рамки, в течение которых нам нужно проводить наблюдения, и количество сред, которые мы должны учитывать, просто многократны, даже по сравнению с тем, что мы делаем больше в наших традиционных подходах к сельскохозяйственным исследованиям. Так что это действительно как бы выводит эту потребность на другой уровень. Опять же, особенно в том, что касается биологии, где биология будет развиваться, и она не статична. Итак, когда мы рассматриваем эти изменения в том, как мы управляем нашими почвами, и что мы делаем в отношении управления растениеводством. Разнообразие культур, которые мы выращиваем, покровных культур, которые мы используем, как мы управляем остатками, это будет меняться не только в зависимости от года. В зависимости от осадки или температуры тоже будут меняться по мере того, как эта система созревает, а биология продолжает развиваться в ответ на управление. Поэтому, когда мы рассматриваем весь этот контекст, я хотел бы вернуть разговор к вашей истории и влиянию, которое вы смогли оказать на эту всеобъемлющую экосистему. Потому что я знаю, что есть много фермеров, которые являются моими хорошими друзьями на Среднем Западе, которые дают вам много сыр. Это заслуга в том, что мы стимулируем их на их пути или как бы побуждаем их сделать следующий шаг и действительно пойти по этому пути. Особенно в том, что касается органической обработки без обработки. Я знаю, что другие тоже проделали работу и помогли популяризировать ее, но, по-моему, вы, возможно, больше, чем кто-либо другой. Помогли действительно разобраться в деталях того, как нам заставить эту систему работать в органической среде без обработки почвы. Не могли бы вы рассказать нам немного об этом и о том, как все это произошло? Да, так что я фактически впервые начала работать в этих системах, что интересно, в совсем другой среде, когда я была первой на факультете университета штата Нью-Мексико. И это было в далеком 2003 году. И когда меня пригласили на факультет в университет штата Нью-Мексико, у меня просто случайно появилась возможность по-настоящему глубоко погрузиться в органическое сельское хозяйство. Имея возможность вести занятия по органическому сельскому хозяйству, которые были основаны на действующей студенческой ферме СИИ, которая управлялась органически, а также имела поддержку даже почти 20 летя, хочу заняться органическими исследованиями и получить часть первого федерального финансирования, которое было выделено для продвижения исследований в области органического сельского хозяйства. И работая в Нью-Мексико, это была совершенно иная среда, чем та, что у нас в северо-центральном регионе, на верхнем среднем западе. А я работала в системах орошаемого земледелия в засушливой среде с очень бедными почвами. И, кстати, из-за проблем с водой почва часто оставалась голой в промежутках между интенсивными посевами. Я работала с большим количеством овощей, луком, перцем, чили и производством хлопка. И даже снова 20 лет назад, когда я ехала по южной части Нью-Мексико, я имею в виду, были времена, когда мы могли просто видеть, как почва буквально движется по земле. И глубокие потери почвы, вызванные ветрами, и просто движение почвы было довольно глубоким. Так что на самом деле меня вдохновила работа Рона Морса из Технического университета Вирджинии. И он фактически был одним из первых, кто рассмотрел возможность использования покровных культур для сокращения обработки почвы в овощных системах. И глядя на попытки разработать стратегии сохранения наших почв на месте и предотвращения этой эрозии, которая опять же была вполне заметна, попытаться взять некоторые концепции, над которыми он работал в Вирджинии, и применить их к ирригационным системам в Нью-Мексико. Таким образом, даже там в очень-очень разных условиях использовались покровные культуры как теми способами, которые мы делаем сейчас, с опрессовкой роликами, так и с уничтожением озимых покровных культур, а затем прямой пересадкой перца чили в уничтоженные остатки. Так что я действительно в самом начале своей карьеры начала работать в этих системах. И когда я переехала в Университет Висконсина в 2006 году, здесь был еще один профессор, доктор Джош Познер, который был пионером в области устойчивого сельского хозяйства и исследований в области органического сельского хозяйства на ранней стадии в Университете Висконсин-Мэдисон. И он как раз за последние пару лет до того, как я приехала в Калифорнийский университет в Мэдисоне, купил роликовые щипцы Роудейл. Таким образом, между тем, что у меня уже был этот опыт в штате Нью-Мексико и этим интересом, а затем поступлением в университет, у которого был доступ к оборудованию, позволяющему мне делать это в системах, в которых я не работал бы в Висконсине. Наши более крупные системы пропашных культур и молочных продуктов начали работать в исследованиях без обработки почвы сыр для производителей органической продукции в 2006-2007 годах. Так что в то время я имела удовольствие работать с Джеффом Мойером из Института Родеева. Это действительно дало мне уникальную возможность от человека, который был ранним лидером в этой области исследований, и действительно был наставником с точки зрения того, как перевести исследование, которое он проводил в Пенсильвании с Институтом Родеева в Висконсин. Таким образом, у меня действительно сложилось несколько обстоятельств, которые действительно создали идеальную ситуацию для того, чтобы начать это исследование, и начать таким образом, чтобы действительно встать на прочную основу. И благодаря моей работе не только на нашей исследовательской станции, но и с фермерами, я смог довольно быстро многому научиться с точки зрения того, каковы были ограничения системы, и где были ключевые моменты, на которые следует обратить внимание при оптимизации управления, чтобы снизить риски и заставить эту систему работать в максимально широком диапазоне сэр. Сказала она, окружающей среды, чтобы создать более работоспособную и прибыльную систему для органических фермеров. Я нахожу это действительно интересным, что у вас есть полтора десятилетия опыта в этой области исследований, и вы, безусловно, поделились своими знаниями и тем, чему научились, которые широко варьируются, и большая часть вашей информации легко доступна в интернете. И все же, несмотря на эту закономерность, несмотря на легкодоступную информацию, я все еще вижу, как многие фермеры делятся информацией в социальных сетях. И я собираюсь сосредоточиться конкретно на распространении покровных культур или просто потому, что это то, о чем я думаю в данный момент. Хотя я думаю, что в целом это относится к покровным культурам в большей степени. И обычно ответы людей, которые только начинают свой путь, обычно находятся на почти полярно противоположных концах спектра. Я относительно редко вижу ответы посередине, хотя такое случается. Но часто, может быть это просто из-за характера средств массовой информации в социальных сетях. Но часто люди действительно буйствуют и говорят о том, какие потрясающие результаты они получили. О реакции на урожайность и качестве реакции, которую они получили от использования покровной ржи и либо уничтожение ее гербицидами, либо использование ящипцы для рева. Или они находятся на противоположном конце спектра и говорят о том, что это абсолютно безумная идея, она не работает, и я никогда не собираюсь пробовать ее снова. Очевидно, что посередине есть много места, и я уверен, что есть и некоторые из этих переживаний. Но я бы хотел узнать вашу точку зрения на то, что часто упускается из виду. Где есть возможности пойти не так? Это отличный вопрос, и я получаю много таких электронных писем и телефонных звонков, а также с историями успеха и звонками людей. И это очень умно, провокационно, с намерением позвонить и желанием устранить неполадки. Почему это не сработало на моей ферме? И я думаю, есть несколько сходств, которые я вижу, когда система не работает. И я, конечно, не понимаю всех нюансов и всех тех случаев, когда возникают конкретные проблемы, связанные с уникальными средами и конкретными фермами. Мы определенно видим некоторые тенденции. И я думаю, что самая большая ошибка, в которую попадают люди, пытаясь это сделать, заключается в том, что они не желают вносить более существенные изменения в свою систему, чтобы добиться успеха в этой конкретной практике. И именно здесь я всегда хочу быть осторожным с точки зрения моего опыта в Висконсине и того, как это отражается на более местных условиях, с которыми могут столкнуться фермеры в Айове, Небраске, Ага или Пенсильвании, потому что способ функционирования этих покровных культур будет сильно различаться в зависимости от широты и сыр, это зависит от влажности почвы. Но я видел, что в Висконсине, чтобы заставить эту систему работать, фермер должен быть готов применить иной подход. Чем я думаю? Что наиболее типичным способом, которым они могли бы упорядочить культуры, которые они выращивают на своей ферме, часто это кукуруза, за которой следуют соевые бобы и сыр. Возможно, за этим последует зерновая фаза и, возможно, фаза кормления. Кукуруза, за которой следуют соевые бобы, не позволяет посеять покровную культуру достаточно рано в послеуборочный период. Так что мы даже не обязательно говорим здесь об осени. Я имею в виду, что на самом деле все еще конец лета, когда необходимо сажать зерновую рожь, чтобы создать подстилку для подавления сорняков как во время роста ржи, так и после ее окончания. И в рамках наших систем, которые мы действительно разработали для максимального увеличения продолжительности вегетационного периода, особенно в более северных широтах, где мы выходим на поля как можно раньше и обычно выбираем гибрид, который будет максимизировать весь производственный сезон, чтобы мы могли максимизировать урожайность. Мы не оставьте себе много времени, чтобы посадить другую культуру, которая способна обеспечить большую экосистемную функцию, в том числе покровные культуры, в том числе и зерновую рожь для опрессовки роликами или другие культуры для опрессовки роликами. Поэтому требуется немного другой сдвиг в мышлении, чтобы когда мы говорим о максимизации производительности и максимальной прибыльности, мы не просто говорили о количестве бушелей на акр, которые вы могли бы получить с поля в определенный год, но это скорее общая экологическая перспектива, сэр, как это управление позволяет вам лучше бороться с сорняками. Как это позволяет вам делать меньше проходов по полю? Как это позволяет вам создать систему, которая позволяет сократить потребление не только удобрений, но и пестицидов, создавая более здоровый урожай. Поэтому я думаю, что требуется другое мышление, которое переходит от максимизации урожайности к максимизации функциональности. И это включает в себя максимизацию функциональности системы роликовых щипцов. Таким образом, вы проектируете севооборот или даже выбираете сорт культуры, который позволяет вам выйти в поле раньше, в конце лета-начале осени. Для меня это самый большой камень преткновения, что вместо того, чтобы иметь такое мышление. Фермеры хотят внедрить эту систему в более привычный бизнес и собирать кукурузу в то время, когда они обычно пытаются получить зерновые культуры, и ожидают, что она будет работать как волковая щипцовая культура с соей сэр. К сожалению, этого просто не происходит. Спасибо вам, Эрин. Это исключительно. И я думаю, что есть около полудюжины вопросов, которые я хотел бы задать и ответить на них. Но в дополнение к очевидному выбору сортов, состоящему в выборе более ранних сортов, каковы некоторые инновации, которые, как вы видели, внедряют фермеры, чтобы улучшить общую производительность системы и действительно сделать ее эффективной. Да, речь идет о включении других культур, помимо кукурузы и соевых бобов. Таким образом, кукурузы и соевые бобы, даже в органическом зерновом севообороте, как правило, являются нашими основными культурами и, безусловно, являются теми культурами, к которым у нас самый легкий доступ на рынке. И у нас, как правило, более высокие цены. И мы, конечно, видели это с соевыми бобами за последний год, когда мы достигли цен, которые действительно были неслыханными с тех пор, как мы наблюдали рост органического рынка. Но, опять же, нам нужно смотреть на устойчивость системы в долгосрочной перспективе и не столько сосредотачиваться на прибыльности одной культуры. Особенно, когда мы знаем, что будут колебания цен, которые мы можем получить за эту культуру. Нам гораздо лучше подумать о том, как я собираюсь создать систему, в которой я смогу стабилизировать свою урожайность, стабилизировать свои затраты, и посмотреть на создание здоровой системы, которая будет более устойчивой к давлению насекомых и болезней, и снизит мою потребность во внешней плодородности сыр, если это возможно. Итак, изменения, которые мы наблюдаем, это диверсификация посевов. Итак, какие культуры я могу включить в свой севооборот? Что позволит мне расставить приоритеты в выращивании покровных культур, так же, как я расставляю приоритеты в выращивании наличных культур? И я не говорю, что это легко. Это, безусловно, требует инноваций. Для этого может потребоваться покупка различного оборудования, конечно, может потребоваться больше усилий в отношении маркетинга. Но, глядя на то, какие еще злаки я могу выращивать здесь, в Висконсине, у нас есть возможность консервировать овощи. Подсолнечник — это вариант, гречневая крупа, полевой горох для получения белка. Что еще мы можем выращивать помимо кукурузы и соевых бобов, что действительно позволяет нам добавить эту диверсификацию, которая не только позволяет нам использовать возможности для покровных культур, в том числе для опрессовки роликами, но и эта диверсификация, помогает развивать другие аспекты экологической функции системы, которая не только поможет максимизировать элементы биологической системе, но также и о повышении нашей способности эффективно бороться с сорняками, насекомыми и болезнями. Возвращаясь к общей функции экосистемы, так как же развивались ваши исследования за последние полдюжины лет? Потребовалось некоторое время, чтобы установить основополагающие принципы, увидеть ранний доступ и проследить, чтобы они были внедрены в полевых условиях. Какие улучшения произошли с вами за последние пару лет, и какие улучшения вы ожидаете увидеть в ближайшем будущем? Мы больше работаем над поиском альтернативных культур, чтобы усилить диверсификацию системы. Мы больше внимания уделяем добавлению фаз сева оборота, а не даже общему сева обороту. Потому что, опять же, если у нас есть разные культуры, которым требуется меньше времени для роста, будь то полевой горох или гречиха, это дает возможность перейти к интенсивной фазе покровных культур, которая действительно помогает в создании почвы и подавлении сорняков. Таким образом, не обязательно отказываться от дохода с этих акров в течение всего сезона, но действительно стремиться увеличить ценность не только за счет получения товарного урожая, но и за счет ценности, которую приносит покровная культура, создание почвы. И я слышал, что это иногда называют фазой восстановления. Годом восстановления, где, опять же, мы действительно фокусируемся на ценности, полученные от этой практики, а не на сборе и продаже урожая. Но что это будет способствовать с точки зрения моей эффективной борьбы с сорняками или сэр, это может быть достигнуто за счет увеличения плодородия, за счет добавления бобовых культур. Таким образом, мы действительно пытаемся сформировать мышление, позволяющее количественно оценить или по крайней мере мыслить о том, какова ценность этой интенсивной фазы восстановления покровных культур в течение сезона или в целом севооборота. Еще одно новшество, с которым мы работаем все больше и больше, это наличие специальных инструментов, которые в большей степени позволяют добиться большего успеха в рамках этих систем. И я имею в виду, что когда мы смотрим на то, как развивались инновации, ресурсы и технологии для наших сельскохозяйственных систем, эта технология и многие другие исследования были адаптированы к нашим типичным системам, которые мы используем. Итак, наши типичные системы обработки кукурузы и сои, которые действительно включают методы без обработки почвы, но совершенно по-другому, чем эти подходы, основанные на покровных культурах, которые намного сложнее с точки зрения количества остатков и сроков прекращения, а также того, что необходимо для управления в этих системах с высоким содержанием биомассы. Поэтому мы все больше и больше работаем как с нашими инженерами-агротехниками здесь, в Аф Мэдисон, так и с другими партнерами из частного сектора, чтобы изучить некоторые дополнительные нехимические инструменты и модификации, которые мы могли бы внести в наши существующие инструменты, чтобы позволить нам, сэр, чтобы добиться большего успеха при посадке с помощью этих систем с высоким содержанием остатков, отказаться от этих систем с высоким содержанием остатков, и обеспечить большую гибкость для эффективного управления этими системами в более широком диапазоне сред, а также в различных условиях, даже в одной и той же среде в разные годы. Так что инновации, которые происходят с различными видами технологий, будь то косилка или различные типы роликовых щипцов, различные способы управления остатками или модификацией сейлок. Что касается нас в наших исследованиях, я думаю, что именно здесь мы увидели преимущество. Всегда кажется, что в сельском хозяйстве рост идет медленно, у нас есть только один шанс каждый год сделать что-то другое, а затем извлечь из этого уроки. Но это тоже то, где наличие такого большого сообщества фермеров, практиков и других экспертов, таких как вы, так ценно, чтобы иметь возможность получить понимание по нескольким подходам и различным средам, чтобы мы все могли учиться вместе и быстрее прогрессировать. Что вас действительно волнует прямо сейчас с этими различными инструментами, с которыми вы экспериментируете? Что действительно выделяет вас, как обладающее большим потенциалом? Для успеха? Хотя мы добились немалого успеха с органическими соевыми бобами без обработки почвы, и даже с проблемами, о которых я слышу от фермеров, чтобы заставить эту органическую систему без обработки почвы работать с соевыми бобами. И я нисколько не сбрасываю со счетов эти проблемы. Я знаю, что они реальны, и я знаю, что бывают обстоятельства, когда система работает не так, как надеются люди. И мы действительно видим более высокое давление сорняков и снижение урожайности по сравнению с тем, что мы могли бы считать оптимальным. И опять же, я думаю, что мы можем лучше определить, почему это так, является ли более поздняя посадка злаковой ржи оптимальной. Таким образом, посадка после сбора урожая кукурузы в октябре не сработает. Эту покровную культуру действительно нужно посадить где-то к середине сентября. Посадка этой ржи на прореживание с более низкой нормой высева также является проблемой. И тогда потенциальное отсутствие плодородия, позволяющего выращивать рожь, тоже иногда является проблемой. Но в целом система, если мы будем придерживаться различных параметров, которые, как мы знаем, позволят системе работать, это ранняя посадка ржи, это более высокая норма высева. И управление в целом этой покровной культурой, так же, как мы управляем нашей товарной культурой, обеспечивая ее необходимыми питательными веществами и почвенной средой. Я видела много успехов не только в рамках наших испытаний, но и с фермерами, с которыми мы работаем, и фермерами, которые сообщают мне о своем различном опыте. У нас было больше проблем с кукурузой, и я, опять же, не хочу слишком сильно ограничиваться кукурузой и соей как единственными культурами, которые мы можем выращивать в этих системах. Но они, безусловно, опять же, являются основополагающими культурами многих органических зерновых севооборотов. Южнее нас, в Пенсильвании и Северной Каролине, используются бобовые покровные культуры. Я знаю, что они добились определенного успеха, но здесь, в Висконсине, это было настоящей проблемой из-за ограниченного количества бобовых, которые мы можем использовать, которые не только дадут значительную биомассу, но также будут подвержены уничтожению механическими средствами с помощью роликовых щипцов. Мы действительно довольно ограничены, и во многих случаях мы ограничиваемся волосатой Викой в качестве покровной культуры, которая соответствует различным параметрам, необходимым нам для того, чтобы она могла быть культурой для обжима роликами. Таким образом, с некоторыми модификациями оборудования, которые мы пробовали, включая междурядные щипцы и косилки, мы наблюдаем все больше и больше успех в рамках этих систем без обработки кукурузы. И я рада видеть, каковы наши результаты в этом году. Это определенно то, что, по моему мнению, не обязательно готова к внедрению в более широком масштабе. Я, конечно, не решаюсь рекомендовать его фермерам. И если фермеры действительно хотят попробовать эти различные методы, я всегда рекомендую им начинать с меньших масштабов, с открытыми глазами с точки зрения того, каковы риски. Хотя я, конечно, тоже не хочу препятствовать этому, потому что там происходят удивительные инновации с фермерами и на отдельных фермах, которые, опять же, я думаю, действительно вносят вклад в наш общий объем знаний и в то, как заставить это работать. Но с помощью некоторых из этих новых инструментов мы можем более эффективно уничтожать эти бобовые покровные культуры, что позволяет нам сажать кукурузу раньше. А также, я думаю, ограничивает некоторые проблемы, которые мы видим в связи с коротким вегетационным периодом роликовых гофрированных систем с кукурузой, а также некоторые сыр. Это одна из проблем, с которыми мы столкнулись при расторжении брака. Повторяю, мы добиваемся успехов с каждым годом. Я думаю, что мы все еще находимся примерно на уровне 110 буш или сакра, что в штате Висконсин не совсем то место, где мы хотели бы быть в этих системах. Но я рада, что мы все еще наблюдаем положительную траекторию, хотя и не на финишной прямой. Пока? Да, есть еще много возможностей для улучшения, основываясь на том, что вы описали. Но я также понимаю, что есть много фермеров, людей, которые действительно прошли долгий путь и пробуют что-то новое. В случае с кукурузой я имею в виду Лорен Стейнлиса заготовки и группу фермеров там, в северной центральной Айове, которые находятся в северо-восточной Айове, которые сейчас занимаются широкорядной кукурузой, 60-дюймовой кукурузой и междурядьями и тому подобным. Поэтому я ожидаю, что этот разговор, вероятно, будет совсем другим через пять лет, потому что будет накоплен такой объем опыта и знаний, который происходит прямо сейчас. О, я определенно согласна. И сейчас происходит так много инноваций. Мы также проделали некоторую работу над широкорядной кукурузой и получили очень многообещающие результаты. Мы работаем с посевом кукурузы, различных покровных культур, и опять же, мы действительно рады некоторому прогрессу в этом направлении. И проводим дополнительную работу по релейному посеву и междурядью, где мы объединяем зерновые и соевые бобы и либо собираем эти две культуры вместе, либо последовательно. И есть фермеры, которые делают это на практике и добиваются немалых успехов. Так что инновации, которые мы наблюдаем, весьма вдохновляют. И я тоже думаю, что вы знаете, когда мы смотрим в будущее на пять-десять лет, существует огромный потенциал не только для преобразования наших сельскохозяйственных экосистем, но и для лучшего понимания сложностей движущих сил, которые, опять же, помогают максимизировать биологическую функцию этой почвы. А затем, как это отражается как на здоровье почвы, так и на здоровье растений, а затем, наконец, на здоровье людей и домашнего скота. Я хочу немного подвинуться. Мы вроде как сосредоточились на кукурузе и соевых бобах. Вы упомянули некоторые другие потенциальные культуры, подсолнечник и ряд других культур, которые вы перечислили. Где вы видите самую большую возможность для фермеров сместить севообороты с ориентации на кукурузу и сою? Да, это отличный вопрос. И это, я думаю, очень специфично для региона, в зависимости от того, где есть различные рыночные возможности. Я думаю, что существуют рынки для зерновых культур, особенно для более специализированных зерновых культур, которые могут быть переработаны на небольших заводах. Так что различные сорта пшеницы и другие специальные злаки, в том числе для дистилляции и пивоварения, а также для выпечки. Я думаю, что масличные семена – это еще одна область, в которой мы наблюдаем большой интерес и потенциальный рост. Подсолнечник для масла и зимней верблюдицы – это еще одна область, которую мы пробуем. Я думаю, что все больше осознается наша необходимость повысить устойчивость наших внутренних поставок масличных семян. Особенно с учетом некоторых проблем, с которыми мы столкнулись в цепочках поставок COVID и некоторых международных конфликтов, возникших за последний год или около того. Это в некоторой степени зависит от инфраструктуры и перерабатывающих мощностей. Но опять же я рассматриваю это как область для роста и потенциального расширения некоторых из этих перерабатывающих мощностей. А затем рынок белков, белков на растительной основе и изучение того, где может быть рост гороха и других съедобных бобов. Это еще одна возможность. Так что это опять же очень специфично для региона. В некоторой степени зависит от того, где есть обрабатывающие мощности и насколько близко вы находитесь. Я думаю, где находится конечный-конечный пользователь. Но эти рынки, безусловно, есть. И без сомнения, требуется немного больше времени, энергии и инноваций, когда дело доходит до изучения этих рынков. Но они там есть. Да, я думаю, что они где-то там. И вы знаете, что я нахожу интересным. Так это то, что я думаю, что у людей есть огромный потенциал для подключения производителей к рынкам. Я все чаще общаюсь с небольшими продовольственными компаниями, которым, возможно, уже пару лет. И которые разрабатывают действительно инновационные продукты на основе растительных ингредиентов. Которые ищут более здоровые, высококачественные ингредиенты, выращенные органически или регенеративно. И они не знают, как это сделать, они не знают, куда идти, они не знают, с кем поговорить. И поэтому там есть значительный пробел, который, я думаю, настолько созрел для того, чтобы люди могли сделать шаг вперед и начать эти разговоры. Когда вы думаете о сельскохозяйственном ландшафте и людях, которые по-разному занимаются сельским хозяйством, что, по вашему мнению, является правдой в отношении сельского хозяйства, которое сильно отличается от общепринятого мнения? Это отличный вопрос. Я думаю, что есть способы, которыми мы можем приблизиться к нашим сельскохозяйственным системам, которые могут быть весьма полезны для достижения многочисленных целей, которые мы ставим перед собой в отношении управления земельными ресурсами, поддержки средств к существованию фермеров, поддержки динамичных сообществ, поддержки сильного стабильного снабжения продовольствием, обильного снабжения здоровыми продуктами питания, а также обеспечения и обеспечения другие наши преимущества, которые мы хотим видеть, в том числе качество воды и увеличение биоразнообразия, а также просто продвижение красоты нашего природного ландшафта. То есть мы просто видим по всей территории США с точки зрения того, насколько невероятны наши ландшафты и красота нашей природной среды. Сельское хозяйство благодаря тому, что мы узнали о методах регенерации, и я думаю, что это тоже верно, как вы сказали, в интересах повышения интереса промышленности к пониманию того, где они покупают, и приобретению здоровой пищи, которая была произведена таким образом, чтобы создать питательные вещества СЭР. Это продукт, который способствует достижению этих других более широких целей. Я вижу, что это продолжается. Я вижу, что это продолжается от интереса потребителей, а затем от интереса компаниям и новаторам, которые производят эти продукты. Поэтому я не думаю, что это взаимоисключающее иметь возможность производить высококачественные, обильные продукты питания и достигать других целей поддержки семейных ферм и поддержки сельских общин, а также, опять же, удивительной природной среды, в которой мы живем. Входите. Да, есть, есть много возможностей сделать шаг вперед, это точно. Реальность такова, что мы живем в тот момент, когда лидерство отчаянно необходимо, и это возможность для нас, фермеров, сделать шаг вперед. И стать лидерами в этом разговоре или коллективно тянуть время, а не быть новаторами и восприниматься в негативном, а не позитивном свете со стороны населения в целом. Так что я думаю, что это действительно наш выбор того, как мы хотим сделать шаг вперед и войти в это пространство. И есть так много вдохновляющих лидеров-фермеров, которые действительно подходят к этой роли инноваций и показывают, как мы можем делать что-то по-другому, и добиваются успеха в том, чтобы показать, как мы можем делать что-то по-другому. Так что это действительно большое вдохновение, иметь возможность работать с фермерами, с которыми у меня просто есть возможность и привилегия работать. Сейчас есть много удивительных людей, которые работают вместе ради одного и того же, что очень вдохновляет, и быть частью этого очень весело. Аарон, что такое тема, о которой вы хотели бы больше поговорить, но вас не часто просят об этом, или вы не решаетесь по какой-либо причине? Мальчик, я думаю, вы понимаете меня. Я не решаюсь говорить об этом прежде всего потому, что мне все еще кажется, что я нахожусь на такой ранней стадии собственного понимания, имея больше знаний в области агрономии, чем почвоведения. Но я нахожу это таким захватывающим, опять же, насколько наша почвенная среда, почвенная экосистема, насколько сложна эта окружающая среда, и насколько мы находимся на верхушке айсберга в нашем понимании взаимодействия между растениями и биологической средой вокруг них. Некоторые исследования, которые мы недавно проводим в сотрудничестве с доктором Заком Фридманом, который является довольно новым профессором здесь, в Университете Висконсина, биологом-почвоведом, это понимание, попытка понять с помощью серии экспериментов, как различные сорта растений, особенно в этом случае сэр. Мы используем морковь в качестве модельной системы, активно изменяем и продвигаем биологию, которая окружает корневую систему, резосферу, и то, как мы могли бы, используя это понимание, продвигать устойчивые системы и продвигать биологию, которая помогает в общем функционировании системы. И я думаю, когда я смотрю на свою собственную карьеру и свой интерес к биологии растений, сельскому хозяйству, я изначально пришел скорее как биолог дикой природы в своих экологических интересах, думая, что растения были очень пассивным действующим лицом в окружающей среде, что они были чем-то, что было частью ландшафта, сэр. Но то, что они не были активными игроками, более заметно, когда вы смотрите на оленя, лягушку или белку. Вы можете наглядно увидеть, как они изменяют окружающую среду. Но растения не также изменяют окружающую среду, в которой они живут. И мы не рассматривали это с точки зрения видов исследований и продвижения нашего понимания так сильно, как мы должны были бы, чтобы снова понять, как мы продвигаем функции. Итак, в целом, наше понимание биологии почвы, но особенно тех взаимодействий между растениями и того, как растения могут реагировать на окружающую среду, стрессоры, которые на них воздействуют, и ограничения в окружающей среде в отношении питательных веществ или других факторов, которые создают устойчивость и силу. Как они реагируют, чтобы быть в состоянии адаптироваться к эти условиям. Это такая увлекательная область исследований. И опять же, это та область, о которой я не решаюсь говорить, потому что я чувствую себя новичком, когда дело доходит до науки. Но это такая увлекательная область, которая, я думаю, станет одним из аспектов расширения наших знаний, что позволит еще больше трансформировать то, как мы занимаемся сельским хозяйством. Привет, я Эрин Сильва. Я адъюнкт-профессор и специалист по распространению знаний штата в области органического сельского хозяйства в Университете Висконсин-Мэдисон. Сегодня мы здесь, на исследовательской станции Афф-Арлинтон-Эйги, которая занимает площадь около двух акров и расположена на юге Висконсина. У нас около 100 акров сертифицированных органических земель, и мы находимся в одном из органических блоков, который был сертифицирован в течение последних 15-20 лет. Итак, это долгосрочная органическая область, где мы проводим органические исследования, рассматривая органическое производство кукурузы, сои и зерновых культур. Позади меня находится органическое поле сои без обработки почвы. Итак, мы работаем над разработкой методов и стратегий сокращения потребностей в обработке почвы и выращивании, при производстве органической сои примерно с 2006 года. Не только моя программа, но и до меня доктор Джош Познер, профессор агрономии. Поэтому мы сосредоточились на использовании злаковой ржи в качестве покровной культуры, посаженной осенью, а затем используемой в качестве мульчи весной для подавления сорняков. «Непосредственно посеяли сою в эту мульчу, и это наш основной инструмент борьбы с сорняками на оставшуюся часть сезона производства сои, тем самым устраняя девочка», — сказала она. «Это необходимость обработки и нарушения почвы». Органические фермеры стремятся разработать полноценные методы без обработки почвы, и прямо сейчас мы еще не достигли этого. Мы действительно фокусируемся на ротационной сокращенной обработке почвы. Итак, рассмотрим ключевые фазы сева оборота, на которых мы можем исключить или сократить обработку почвы и пропуск культивации, тем самым уменьшив нарушение почвы. Таким образом, это была очень успешная фаза сева оборота, где мы смогли сократить обработку почвы и устранить потребности в культивации. Итак, некоторые ключевые вещи, которым мы научились, чтобы заставить работать органические соевые бобы, наутил. Система очень зависит от того, чтобы получить хороший урожай вашего злака. И это злаковое зерно используется в качестве покровной культуры для получения мульчи, в которую соевые бобы высаживаются непосредственно на следующий год. Так что это действительно большая часть твоей программы борьбы с сорняками, это злаковое зерно. Мы обычно использовали злаковую рожь. Злаковая рожь очень хорошо переносит зиму в нашем северном климате. Он растет очень энергично. Он обладает аллелопатическими свойствами, которые синергичны с биомассой для подавления появления и роста сорняков. Но ты можешь использовать и другие злаки, такие как азимая тритикалия и азимая пшеница. Поэтому в этой системе абсолютно важно сажать рожь достаточно рано в конце лета, чтобы обеспечить достаточный рост и кущение, чтобы получить биомассу, необходимую для подавления сорняков. Ты видишь позади меня несколько пробившихся сорняков, но в целом это очень чистое поле, очень мало сорняков пробивается. И это результат того факта, что у нас очень густой древостой ржи, как по количеству растений, так и по количеству культиваторов, а также по абсолютной биомассе, которая производится. Поэтому здесь, в Висконсине, мы рекомендуем сажать злаковую рожь к середине сентября. Для этого нужно продумать свой севооборот и выяснить, какую культуру ты собираешься сажать до соевых бобов и убраться с поля достаточно рано, чтобы обеспечить посадку в середине сентября. Еще один ключевой элемент – это посадить рожь с высокой нормой высева. Поэтому часто при покровной культуре и покровной культуре злаковой ржи мы могли бы стремиться к получению примерно бушеля сакра. В этом приложении, опять же, большая часть успеха в борьбе с сорняками будет связана с покрытием растущей покровной культуры на земле, а также с убитой мульчей. Нам нужно увеличить норму высева. Так что мы увеличиваем эту цену до 2,5-3 бушелей зоакр. Так что ранняя посадка и интенсивная посадка – это две ключевые вещи, которые мы нашли. Ключевые практики, которые мы нашли в ходе наших исследований, чтобы заставить эту систему работать. Другой критический элемент системы – дождаться антезиса, когда зацветет рожь, или любое другое злаковое зерно. Чтобы ты могла видеть, как пыльники отрываются от головки злакового зерна, и ты могла видеть, как осыпается пыльца. Прежде чем мы рассмотрим это с помощью механического инструмента для обрезки, такого как роликовые щипцы, если вы начнете слишком рано. Рожь вернется к норме и станет сорняком и конкурентом сои, и потенциально даст жизнеспособные семена, которые могут загрязнить урожай сои или даже последующие культуры после сои. Так что жди до начала цветения, которое обычно происходит в конце мая-начале июня. Часто как фермеры, выращивающие органическое зерно, мы все равно ждем посадки немного позже, так что это ничем не отличается. Мы хотим подождать еще немного, подождать до антезиса, чтобы убедиться, что мы сможем получить хорошее механическое завершение этой покровной культуры. Итак, большая часть исследований, на которых мы сосредоточились за последние несколько лет, чтобы оптимизировать эту систему, связана с посадкой сои в мульчу. Итак, мы смотрим на оптимизацию оборудования, смотрим на норму высева, смотрим на расстояние между рядами и видим, где находится оптимальный баланс между этими факторами. Сажая в этот толстый слой ржи, мы стремимся получить примерно 8-10 фунтов биомассы на акр, а это много остатков ржи, оседающих на поверхности почвы. Нам действительно нужно подумать об оптимизации нашего оборудования, чтобы иметь возможность пропускать семена через мульчу в почву, чтобы получить хороший контакт семян с почвой в хорошем состоянии. Итак, мы рассмотрели различные модификации сейлки с точки зрения закрывающихся колес и прижимного давления, чтобы быть в состоянии гарантировать, что мы получаем семена там, где мы хотим, в почве через мульчу. И мы можем получить целевые насаждения, к которым мы стремимся, девочка, чтобы получить хороший урожай сои. Мы пробовали использовать 30-дюймовое расстояние между рядами по сравнению с бурением. И то, и другое работает. Но главное оптимизировать оборудование и позаботиться о том, чтобы ваши условия посадки опять же позволяли семенам проникать через мульчу в почву, чтобы у нас был хороший контакт с почвой. Так что и то, и другое может сработать. Но это действительно зависит от вашего оборудования и от того, как вы можете оптимизировать это оборудование. Мы повышаем нормы высева сои в этой системе. Не все соевые бобы способны проникнуть сквозь мульчу в среду, где они способны прорасти. Поэтому мы обычно повышаем норму высева ближе к 220 семенам на акр. Но опять же, благодаря оптимизации оборудования мы можем снизить эту норму высева примерно до 180. Но опять же, в отличие от типичных органических систем по сравнению с обычными системами, мы, как правило, немного повышаем норму высева, чтобы обеспечить хорошую посадку и хорошее закрытие навеса. Итак, в рамках проведенных нами испытаний, направленных на сокращение обработки почвы в системе органической сои, мы сравнили их бок о бок с типичным органическим управлением. Это включало бы обработку почвы для подготовки семенного ложа, которая включала бы один или два прохода зубчатым сорняком, один или два прохода роторной мотыгой, а затем один или два прохода пропашным культиватором. Таким образом, примерно до шести проходов различных средств борьбы с сорняками в зависимости от давления сорняков и состояния почвы. И проводя это параллельное сравнение, мы многому научились в отношении эффективности, опять же, типичного органического управления с выращиванием по сравнению с системой прокатки ржи. Некоторые из вещей, которые мы наблюдали, в целом давление на сорняки, которое мы видим, и подавление сорняков, которое мы видим в системе рулонной ржи, были очень успешными. Опять же, это связано с достижением биомассы, к которой мы стремимся, примерно от 8 до 10 фунтов на акр. Если мы сможем получить эту биомассу, то сможем получить очень, очень хорошее подавление сорняков. И ты можешь видеть позади меня, что есть несколько прорывных сорняков. Но в целом это очень, очень успешный подход к борьбе с сорняками. И в этом году был очень засушливый год, но мы все равно смогли получить очень хороший урожай сои. И мы находим, что эта система может обеспечить устойчивость, особенно во влажных источниках, где органическому фермеру может быть очень трудно выйти и своевременно заняться культивацией. И упущенное возможность или окно для выращивания всего на несколько дней действительно может повлиять или подорвать успех программы борьбы с сорняками. Но с помощью этой системы мы сажаем соевые бобы, а мульчи – это вся наша борьба с сорняками, весь наш инструмент борьбы с сорняками в течение сезона. Так что нам не нужно беспокоиться о том, чтобы попасть туда при различных дождях и различном состоянии почвы, чтобы иметь возможность культивировать. Так что на самом деле мы часто находили лучшее подавление пшеницы, используя систему прокатки ржи по сравнению с культивируемой системой. Опять же, особенно во влажной весны, своевременный выход в поле может быть непростой задачей. Что касается урожайности, мы обнаружили, что она очень конкурентоспособна. Как правило, на наших полях сои, покрытых ржаным рулоном, мы видим урожайность, которая может варьироваться от 40 до 60 бушелей сакра. Так что они, как правило, находятся в пределах 4-5 бушелей от нашего типично органического управляемого поля. Очень хорошие урожаи, часто на одном уровне. В зависимости от года урожайность этих органических соевых бобов без обработки почвы может немного снизиться. Но всё же, если принять во внимание другую экономию в отношении рабочей силы и топлива, а также управления распределением по всей ферме, экономика системы может быть вполне конкурентоспособной. За последние 15 лет исследований этой техники на исследовательской станции мы добились очень хороших успехов. Но одна вещь, которую мы наблюдали, заключалась в том, что в первые три года или около того, мы видели большую разницу между урожайностью органической сои без обработки почвы и обычно контролируемой урожайностью сои. И я приписываю это кривое обучение, пониманию того, как оптимизировать систему с данными о посадке злаковой ржи, как оптимизировать оборудование и как оптимизировать посадку самих соевых бобов. Поэтому я думаю, что поскольку мы видим, как эта практика распространяется по всему ландшафту и на фермерские поля, часто фермеры испытывают ту же самую кривую обучение, когда требуется несколько лет, чтобы понять, как оптимизировать это на своей собственной ферме, как вписать это все вооборот, где они могут рано посеять зерновую рожь девочка, как достичь необходимой биомассы за счет управления рожью, за счет дополнительного плодородия ржи, а затем, как оптимизировать оборудование для посадки. Итак, у нас есть фермеры по всему Верхнему и Среднему Западу, которые очень успешно внедряют эту систему. Но основные проблемы, которые я вижу, это разработка сева оборота, разработка последовательности посевов, при которой рожь можно сажать достаточно рано, чтобы мы получили целевую дату посадки в середине сентября, которая обеспечивает осенний рост и кущение, что дает нам почвенный покров весной, а также общую биомассу. Это нам нужно для успешного подавления сорняков. Еще один фактор, который я рассматриваю как проблему, это увеличение нормы высева ржи. Часто фермеры думают, что они могут немного снизить норму высева, и через несколько лет они могут обнаружить, что могут это сделать на своей ферме. Но я бы начала с рекомендации Трибуш или Сакра, и была бы уверена, что ты сможешь получить тот хороший густой стебель ржи и ту высокую биомассу, которая необходима для успешного внедрения органической сои без обработки почвы. Итак, пара стратегий, которые мы внедрили в отношении проектирования севооборотов, позволяющих проводить ранний посев ржи. Будучи в Висконсине, у нас очень крупная молочная промышленность, поэтому мы посадили это, мы внедрили эту систему. Органическую фазу соя без обработки почвы после уборки кукуруза на силос. Итак, мы убираем кукурузный силос в середине сентября, возвращаемся назад, сажаем зерновую рожь, и мы можем посадить зерновую рожь достаточно рано, чтобы получить ту целевую биомассу, к которой мы стремимся. Мы также можем рассмотреть возможность корректировки этого севооборота, ведя более раннеспелый сорт зерна. И по мере того, как мы продвигаемся к югу от Висконсина, и получаем возможность получить более высокую биомассу и цель, к которой мы стремимся, с помощью злаковой ржи. У нас появляется немного больше возможностей для создания. Но сознательно выбрать гибрид с более коротким сезоном – это еще один вариант. Мы также пришли после сбора урожая небольшого зерна, будь то озимая пшеница или овес, и это открывает окно для раннего создания злаковой ржи для системы. А то мы даже пришли за люцерной. Так что мы знаем, что люцерна может быть мощным инструментом в севообороте для подавления сорняков. И мы можем подумать о том, чтобы, может быть, немного изменить наш севооборот, может быть, пожертвовать последним срезом люцерны, начать выращивать рожь и соевые бобы, а затем, возможно, заняться кукурузой после этого. А некоторые фермеры все еще видят азотный кредит после люцерны, даже с учетом промежуточной фазы сои. Таким образом, мы чувствуем себя довольно уверенно в отношении внедрения органических соевых бобов на утил с использованием злаковой ржи. Некоторые из новых экспериментов, которые мы проводим в рамках оптимизации этой конкретной фазы севооборота, включают подкормку различными органически одобренными источниками азота, чтобы попытаться повысить урожайность сои в рамках этой системы и преодолеть некоторые из этих начальных азотных связей, связанных с высокой биомассой. Высокое соотношение конца посева зерновой ржи, а также рассматривает возможность оптимизации глубины посева в системе. Также мы хотим изменить глубину посева с четверти дюйма до двух дюймов и лучше понять, как это связано с различными условиями окружающей среды, которые создаются мульчей на поверхности почвы. Но еще один захватывающий этап исследований, в который мы вступаем, это оптимизация органической кукурузы без обработки почвы, которая представляет огромный интерес для фермеров, производящих органическое зерно. Поэтому мы испробовали несколько различных подходов. Это очень сложно с системой роликовых щипцов в северной части США, потому что трудно посадить кукурузу достаточно рано, чтобы получить тот урожай зерна, на который мы нацелены. Но мы рассматриваем способы борьбы со злаковой рожью и волосатой викой с помощью различных инструментов, таких как щипцы для междурядей, которые позволяют нам более расширенные окна для посадки. И мы также пробуем различные методы с использованием живой мульчи, в частности красного клевера. Так что приходи, делай что-нибудь, открывай ряд с помощью различных методов полосовой обработки почвы, а затем подавляй этот красный клевер, чтобы мы могли поднять кукурузу выше красного клевера. Но все же этот красный клевер служит инструментом борьбы с сорняками, который позволяет нам устранить необходимость в культивируй и сохраняй нетронутой почву между рядами кукурузы. Переход к необходимости возделывания и нарушения почвы для борьбы с сорняками часто является сложной задачей для фермеров, рассматривающих переходный период. Многие обычные фермеры десятилетиями работали над сокращением обработки почвы на своей ферме. И мысль о том, чтобы вернуть на поле орудия для обработки почвы и орудия для обработки почвы, является препятствием для перехода. Но как мы видим на поле позади меня и в некоторых других исследованиях, которые мы проводим в Аф Мэдисон, а также в сообществе фермеров, с которыми мы работаем. «Есть несколько очень разумных и очень успешных стратегий, которые уменьшают потребность в обработке почвы и культивации и позволяют перейти девочка», — сказала она. «Хорганики, которая может свести к минимуму нарушения почвы и сохранить углерод в почве, а также сохранить успешные методы создания почвы, которые обычные фермеры использовали в системе органического зерна». Продолжение следует... Продолжение следует...